Ну, точнее, как? О чем я говорю? Фаворита здесь, конечно, выбрать легко. Это команда хуп-н-хоп. Они являются фаворитами. Но я думаю, что Миссисипи заряжены побороться в этом четвертьфинальном противостоянии. Тем более, что... Свет поясе. ...победа. Ну и в целом, я наблюдал за прогрессом этого коллектива на протяжении нескольких месяцев, начиная, наверное, с февраля месяца. Так, Дмитрий Жаворонков отправляет точную трехочковую в корзину. Важнейший мяч сейчас мясом заваливает игрок хуп-н-хоп. Сокращают они разницу в счете. Счет становится 7-4. Посмотрим на заявку команды хуп-н-хоп, то она, в принципе, хорошая, рабочая шаворонка. Ничего себе! Ну, Дмитрий сейчас ромально разошелся вообще. В принципе, трехочковый, потом классный флотер с сопротивлением с боковой линией. Это классно. Вообще, конечно, на фоне предыдущего матча, ну, в принципе, ничего монстрозного, ничего страшного. С такой, против такой команды можно играть. Я думаю, что шансы есть. Я думаю, что шансы есть у нас у команды Миссисипи. Такой-то с мячом. Чебашкин. Проходит по правую руку. Классная скидка. Находит он Каритона. Взаимодействие на каракте. Но отметим очень классную скидку от Чебашкина. Прямо... И вот сегодня будет определяющим игроком. Насколько сильно будет доминировать Шелков, наверное, настолько и уверенно будет действовать команда. Есть, конечно, у них и другой лидер, Дмитрий Нужный. И вот они снова вернулись в хапус. Хорошо знакомый для себя зал по этому сезону. Еще одна скидка. Слушайте, ну, связка Чебашкина и Харитонов работает как часы. Очень неплохо. Первые и пятые номера. У нас пока проход от Егорова. Не успевает пока защита. В тот случай, пока доигрывается Дмитрий. У него очень такой уличный, средбольный стиль игры. И тогда это работает. Но не всегда. Миршниченко очень быстрый игрок. Вот если посмотрите на него со стороны, кажется, что такой игрок, каким задрим исполнял Чебашкин, забить только не получилось. Нужный, хороший заброс на Макеева. Шикарный заброс от Нужного. Ну и Макеев выхватывает мяч и добавляет мяч в кольцо. Присел отдыхать. Судя по всему, и взаимодействие с Ивановым не на таком высоком уровне находится. А ведь Исян, три... Кстати, Нужный начал праздновать на секунду раньше. То есть он прям почувствовал, что... Такого хайпа вокруг этого элемента празднования. Праздновать раньше времени. На мой взгляд, это понты. И смотрится очень забавно, когда ты начинаешь праздновать раньше времени, а мяч не залетает в кольцо. Кулевич. Давает мяч в угол на Егорова. Егоров дальше на Макеева. Макеев после показа... Чебашкин, конечно, просто показал защиту. Просто в первой четверти. Уже сколько? Три-четыре дальних броска они забили. Денисов. Ну, видите, команда играет по-разному. Пока одна команда разно-разно находит подступы к кольцу соперника в трехсекундный зон. Меньше через трешку, больше через проникание в трехсекундный. И снова. Такое ощущение, что просто разобрали защиту соперника ввиду отсутствия Шелкова под кольцом, который мог бы исполнить роллером проток сверху, стативная первая четверть. Хорошее нападение, не лучшая защита, но нападение было хорошее. Ну и летит трешка, капитанский плач. Глеб Гулевич давали в эту трешку. Спасибо. Так, трёльник от Макеева. Неплохо. Слушайте, но хоп-хоп не сможет. Ну, конечно, Руслан это такой чернорабочий игрок. Ролевик, проходящий минут на 10, максимум на 15, который выполняет такую черновую работу, но иногда и дефорт не играть в кампус, чем на фоколе. Они прямо здесь от всей души могут разбежаться. Всё-таки молодая команда, горячая. Таким молодым командам нужно больше пространства, чтобы побегать. И вот такой ещё интересивный. И поэтому я думаю, что в случае чего никакого трештока от него мы не увидим. Скорее он первый пойдёт поднимать соперника, упавшего. Как-то неудобно, неприятно приземлившегося. Поэтому здесь я спокоен, здесь тычек не будет. Ребята из МиссиПи могут заводиться, но мне кажется, у хоп-н-хоп игроков, кто могли бы завестись, нету сегодня в заявке. Но может быть нужный. Тивен как Соколов для Асперу с первой половины. 17 очков у Макеева. И мамочка моя, процентрализация. 4-4 двухочковые, 3-6 трёхочковые. Фантастика. Кабайон теперь ещё один штрафной. Да. Вот если не читать трёшки, вообще не мажут Макеев с игры сегодня. Заряжен. Заряжен на 100% Александр. 18 очков уже нет. Так, встал Евдокимов. Но не прав, Максим. Не прав здесь Максим. Тайм-аут. Так, и тайм-аут у нас сейчас заказывают. Заказывают. Сейчас в паузе, наверное, будет. О-о-о. Слушай, ну, что сегодня перед игрой ел Кирилл Чебашкин. Волочение просто невероятно хорош. Просто невероятно хорош. Сколько пользы он принёс команде в нападении. Нужно из перехода. Перестрелка у нас началась. Звёздные войны какие-то. Просто один на другом отграл. Не доиграл, думаю, что будет нарушение зоны. И позволил сопернику забить сопротивление. Это очень плохо. Чебашкин. Просто пошла вода горячая. Слушайте, что мяч забить не получилось. Улана в 2 очка. 38-32. Миссисипи камбэчат. И камбэчат достаточно уверенно. Поменьше бы ещё таких сложных, неоправных бросков от жаворонкова. Ну, и таким, конечно, лидер. Да, он, конечно, был неправ. И жаворонкова забил. Это был бы хайлайт. Нужный. Состой. Бэко-3 заваливает ещё из контакта. Вот это да. Вот это нужный. Вот это то, что надо. Вот это то, что надо.